Всем здравствуйте! Ну что, наконец-то пришло время открыть Сумеру. Вы, конечно же, уже наверняка там побывали и всё это пооткрывали, и знаете, что там впереди, а для меня это только начало, ребят. Я там ещё не был, я даже... Да, вот, вот, специально карту открываю, смотрите. Всё здесь закрыто для меня. Я даже, даже глазком одним не видел эту локацию, и не знаю, что же мне придётся там увидеть. Здесь, как я понимаю, открылся какой-то проход, и, судя по всему, это как раз он ведёт именно туда. Ну что, я сильно переживаю, потому что, на самом деле, я очень ждал этого, и давайте активируем эту штуку. Первый раз туда иду, ребята. Первый раз. Поехали. Тут есть у нас задание, которое я уже, в принципе, активировал, и давайте начнём. Пока я туда бегу, ребята, красную кнопочку на видео, под видео обязательно нажмите, подпишитесь на канал, напишите комментарий, поставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Для меня это очень важная поддержка канала. Не забывайте это делать. И посмотрите видео до конца. Это очень важно, кстати. И вот вы... Опа. Опа, извините. Извините, я уже отвлёкся. Ну, вы поняли. Самое главное, я уже сказал, и теперь давайте посмотрим, что там впереди. Так, фея. Для чего здесь фея? Возможно, нам приведёт куда-то. Опа. Папапапапа. Секунду, секунду. А это что у нас такое? Что это? Это типа кабана? Реально это типа как... О-о-о-о! Я успел его даже бить, секунду. Гриб и сырое мясо. Но они здесь какие-то уникальные, и виды измени... Опа, и это что такое? Гриб-звезда. Это что-то новое, или у меня уже это было? Ладно, поехали дальше. Ну, я серьёзно буду удивляться всему, что я тебя буду видеть, потому что я впервые здесь. Так, идите дальше по лесу. Что? Что? Подождите. Кристальная бабочка? Дендра? Подожди. Ты всё упустил, всё упустил. Такси. Спокойно. Сумеру вам могут попасться символы, которые выглядят как четырёхлиственный цветок. Ага. Направляясь к ним, способные управлять стихиями могут использовать их силу, чтобы перемещаться с большей скоростью. Если вы увидите такие бутоны соцветия, способные разбрасывать четырехлиственные символы, используйте их. Так будет проще путешествовать по Сумеру. А-а-а. Ну, я не буду этого делать. Вот я только бабочку возьму, вот это уникальное. Оп. Она, по-моему, ничем отличается, да, смотрите. А, кристальное ядро, да? Оно все то же самое пока что. А-а-а, что-о-о? А-а-а. Теперь, когда мы прибыли в Сумеру, наша следующая цель, город Сумеру, где нам нужно найти способ встретиться с малой властелине... властительницей Кусанали. Малой? Малой? Узнаем дальше, что будет впереди. Поехали. А-а-а. Мы мало что знаем о малой властелительнице Кусанали, но она совсем не похожа на божество, которое похитило твоего брата. Однако Сумеру не зря называется страной с мудростью. Если нам удастся встретиться с божеством мудрости, мы сможем получить ценную информацию. Я тоже так думаю. Пайман не знает в какой стороне город Сумеру. Давай заберемся на большую скалу, где стоит статуя семи архонтов. И осмотримся. Если не увидим город, по крайней мере, посмотрим, нет ли поблизости к деревне. Хорошая идея. Кстати, сундук-то стоит, а можно возьму? О-о-о. Это кто? Постой. Смотри, там кто-то впереди. Отлично. Мы просто спросим у нее дорогу. Вместо того, чтобы бродить по кругу, как заблудишься заблудившийся искатель приключений. Эй, привет! Мы на месте и кажется немного заблудились. Хотим спросить дорогу, а нас не слышат. Что? Она действительно не слышит Пайман? Эй, ты там? Можно спросить у тебя дорогу, пожалуйста? Прохожие с Сумиром? Слушайте, она что-то скрывает, видимо, да? Ну, это, видимо, этот сюжетка, как я понимаю. Что происходит? Она точно нас слышала. Постой-ка, она что, нас игнорирует? Да как она смеет? Не злись, это не повод для переживаний. Ай, ну ладно, она все равно может направляться куда-то, где живут люди, у которых мы сможем спросить дорогу. Давай, пойдем за ней, только не слишком близко. А как только выдастся случай, спросим у кого-нибудь дорогу. Но мне не надо, надеюсь, бежать сейчас за ней. О, сквозь дым и темные лица новая глава. Здравствуйте и до свидания. Спасибо. О, пойдем потихоньку за ней, чтобы она нас не заметила. Пайман, не спеши, тут сундуки. Ну, я же все прекрасно понимаю. Символ Дендра? О, да-да-да-да-да. Это то, что нам потребуется. Эти цветы, как я понимаю, просто... Ага, как деревья. Ага, я все вижу. Так, я понял. Это намек на то, что мы можем быстро перемещаться. Ну, ладно, давайте сначала по квесту, посмотрим, что у нас тут. Ну, очень красиво, я вам скажу. Первое впечатление просто великолепное. Что? Она подошла к тому маленькому водопаду и исчезла. Давай посмотрим. Пайман думала, что это пещера, вход в деревню или что-то в этом роде. Кажется, Пайман ошиблась. Смотри, вон она сидит. Неужели она здесь живет? И что нам теперь сделать? Снова спросить у нее дорогу? Давай попробуем разговорить ее. Ладно, раз уж мы больше никого не встретили, хоть она и не слишком дружелюбна. Нам ведь просто нужно, чтобы она сказала нам, куда идти. О, такой свежий аромат. Думаю, он исходит от той курильницы. Не выглядит домом в привычном понимании, но, по крайней мере, здесь приятно пахнет. Хм, может быть, жить здесь не так уж и плохо? Ой, опа. У нее, видимо, опять воспоминания начинаются, да? Что с тобой? Ты аж в лице переменилась. Этот запах. Тебе нехорошо от него? А Пайма ничего такого не чувствует. Мне нужно выйти срочно. Ух. Я теряю сознание. А что с тобой? Не время спать очнить. Жестоко. И что происходит? Следуйте за голосом. А где мы находимся такой? А тут даже карты нельзя откроить, смотрите. Обалдеть, какая красота, ребята. Что это за чудо? Тут я даже escape не могу нажать. Я вообще ни одни кнопки не работаю. Я хотел просто фото сделать, но, судя по всему, мне не удастся. Вау, 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 вау. Что за безумие? А мы дальше идем. И кнопки не работают, окей. Я понял. Где мы оказались-то? Это воспоминания или что это? Вау. Мир забудет меня. Да, неловкая ситуация, не правда ли? Она очнется сейчас, да? Она точно в порядке? Прошло столько времени. Не волнуйся. Поверь, наставник обладает глубокими познаниями. Если он говорит, что все в порядке, значит так и есть. Ооо, это она! Ооо, ты пришла в себя? Ооо, наконец-то ты очнулась. Что это за место? Ооо, это хороший вопрос. Где же мы? Пайман так переживала за тебя, что забыла спросить, где мы находимся. Это Ганд Харбор. Раньше это место служило ученым Сумеру, местом отдыха в трофическом лесу. Сейчас здесь в основном базируется лесной дозор. Привет, меня зовут Калеи. Я стажер лесного дозора. Мы с наставником нашли тебя сегодня без сознания во время обхода и принесли сюда. Спасибо тебе за помощь. Да что ты, не стоит благодарности. Как ты себя чувствуешь? Ощущаешь дискомфорт в теле? О, нет, все хорошо, но... Виной тому отвар наставника. Он влил в тебя немного, когда ты была без сознания. Чуть не забыла, наставник сказал, дать тебе еще этого отвара, когда ты придешь в себя. О, там бабочки у тебя, я смотрю. Очень красиво получается. О, да... Так, и... Ой! Ага, это я уже догадываюсь кто. О, Дигнари, да? Калея, что с тобой? Ты пыталась достать лекарства? Сколько раз я тебе говорил, что тебе нужно быть осторожнее, я принесу его тебе только сначала, разберусь тут. Простите, наставник. А, это наставник. Ах, и так. Атлас съедобных грибов леса Авадия. Авидия. Висит на доске объявлений. Но если Фарбот не может его запомнить, у меня нет выбора. Придется повесить его на более видное место. Например, у него на лбу, чтобы другие напоминали ему об осторожности. В этом месяце он уже два раза травился. Я непременно поговорю с ним об этом. Да, будь добра. С другой стороны, если ему нравятся разноцветные человечки, которые танцуют у него перед глазами, то здесь уже ничего не поделаешь. Но в следующий раз, когда он захочет получить лекарство, ему придется заплатить за него. И что у вас там? Что они принимают, интересно? О, какая красота. Да, вы посмотрите, безумие. Ну как, тебе лучше? Это мой наставник, господин Тигнари, лесной страж и глава всех лесных дозорных в Гант Харви. Я объяснил, Паймон, причину твоей потери сознания, и сейчас расскажу и тебе, раз ты уже пришла в себя. Сумер-ученые некоторых даршанов выполняют особые практики в лесу. Они используют растительные благовония под названием духовный барон-не-ол, чтобы успокоить свой ум и войти в состояние глубокого раздумья. В поисках дороги вы вошли в пещеру, где ученые по имени Хайпассия выединение воскуривало эти благовония. Благовония не оказывают никакого воздействия на большинство людей, но они способны стимулировать ум избранных, к которым относишься и ты. Понятно? Да, теперь все понятно, конечно. Вот и хорошо. Скажи, какие у тебя были ощущения, когда ты потерял сознание? Ты что-нибудь видела? Да, большое и огромное дерево. Скажи. Ну скажи. Вы описываете то, что видели, пока были без сознания. О-о-о. Калеи. Предупреди остальных, скажи, чтобы они пока не приносили сюда журналы патрулирования. О-о-о, что? Они поживут у меня несколько дней, а я в это время поживу у Амира. А теперь поторопись. А, да, понятно. Подождите-ка, а что происходит? Раньше я думал, что ты придешь в себя, примешь лекарства и сможешь продолжить свой путь, но теперь я думаю, что тебе лучше остаться в Гандхарве, чтобы полностью восстановиться. Здесь ты будешь под присмотром. В смысле под присмотром? Ну мне же нужно всю меру. Не надо так волноваться, если ты способна отличить хорошее от плохого, то поймешь всю серьезность ситуации. Прошу, выслушай меня. Судя по твоему рассказу, благовония вызвали у тебя очень сильные галлюцинации. Это значит, что твое психическое состояние не в лучшей форме. Если не веришь мне, понюхай это. А-а-а-а. Ты в порядке? Очень похоже на те ощущения, когда ты потерял сознание, не правда ли? Сейчас твое сознание стабильно, но если ты уйдешь, то можешь снова внезапно упасть в обморок. Тропические леса кишат хищниками, полны опасных зон, в следующий раз вам может не повезти. В ближайшие несколько дней тебе нужно регулярно принимать лекарства и стараться не передвигаться в дуночку, пока тебе не перестанет становиться плохо от этого запаха. Договорились? Хорошо. Отдыхай, а я пока пойду приготовлю для тебя новый отвар. Тигнари, тигнари. Да что же это такое? Мы в сумер, всего ничего, а уже столкнулись с проблемами. Я знаю, что ты можешь поскорее увидеть малую властительницу кусанали, но ты пока выглядишь так себе. Тебе сначала нужно восстановиться. Эй, ты вообще слушаешь, Пайман? Я же беспокоюсь о тебе. Я странно себя чувствую. Странно? О чем ты? С моим телом что-то не так, но ты о корнях или красном небе? Ну, если это не галлюцинация, то что? Я не знаю. В тот момент у меня было ощущение, что я нахожусь глубоко под землей, и там было красное небо. Может, это была Каэнрих? О-о-о-о, хорошо, ты особенная. И Пайман доверяет твоим суждениям, но почему ты не рассказала об этом Тигнаре? Из-за этого он неправильно оценил свое состояние. Тебе ведь не станет хуже? Не думаю, что он ошибся. Хочешь сказать, что Тигнаре знает, что это не галлюцинации? Если так, почему он пытается скрыть это от нас? Нам надо докопаться до сути. Теперь Пайман понимает, почему ты молчала. Тогда давай пока останемся здесь и восстановим силы. Заодно попытаемся выяснить, что ты видела на самом деле. Мне кажется, спрашивать об этом Тигнаре уже не вариант. Что предлагаешь делать? Я предлагаю исследовать всю территорию Сумеру, поговорить с Калеей. О, разумеется, она хорошо к нам относится. Завтра расспросим ее от Дендера Архонти и обычаях Сумеру. О, вы всю ночь отдыхаете в комнате. А я еще дай.